Вы попросили, чтобы я сделал интервью. Первый вопрос, какая цель? Цель, ну, хочу придать это огласке, потому что, ну, по мне, так такое происшествие не должно оставаться, ну, безнаказанным. Я хочу, чтобы человек, как бы, понес наказание, ну, в рамках закона, соответственно, потому что, как я понял, что дело, отказ пришел, хотят закрыть что ли это, я не понимаю, как можно такое закрыть просто? У меня такой вопрос, а вы чего-то боитесь, может быть? Ну, некие опасения, конечно, есть, потому что я, получается, живу на одной лечнице площадки со стоматологами, с этими, да, в любой момент, как бы, никто не мешает меня подкараулить, соответственно. А как часто вы, ну, с ним встречаетесь? Именно с этим человеком, ну, не часто, может быть, не знаю, за последние полгода, может, раза два его в коридоре видел, но ограничивается все, здрасте, здрасте, до свидания, до свидания, то есть, иногда пересекаюсь там с другими людьми, которые там работают, ну, они иногда ходят в этом, там были. А вот сотрудники полиции как-то объясняли, будут они возбуждать уголовные, не будут, почему они так тянут? Смотрите, я был у них один раз всего, и то они мне не дали дачи показаний, они меня попросили принести справку, ну, я обращался просто в травмпункт, вот, они меня попросили принести справку, что мне там выдали в этом травмпункте, то есть, ну, я принес, они отоксилили, и все, и дали мне направление на мета свидетельствия, ну, для снятия побоев, то есть, общаясь со следователем, я так понял, который ведет это дело, А вы фамилию знаете, помните? Фамилию не знаю, он представлялся, но я не помню, только телефон его есть, там, мобильный, он сказал, что, ну, я ему рану показал свою, получается, он говорит, ну, это, наверное, легкое, как бы, сделают, говорит, если были бы швы, то, может быть, среднее тяжелое было бы, а так, говорит, это легкое, но, говорит, за нож он свою статью получит, вы не переживайте, то есть, нанесение, как бы, травмы, ну, по его словам, как я помню, что нанесение травмы не является ничем, ну, за нож он статью получит, и в конце, когда я уходил, ну, уже у дежурного, там, на первом этаже, получается, он мне, как, вдогонку, грубо говоря, говорит, вы, говорит, не переживайте, Возможно, может прийти сначала отказ, но это нам нужно для того, чтобы было больше времени, собрать больше справок, типа медосы 10, с поликлиники, то, что я на больничном был, чтобы собрать больше справок. То есть им не хватает трое суток, десять суток, месяц для того, чтобы принять обоснованное решение. Видимо, да. Я тоже думаю, что в любом случае уголовное дело будет возбуждено, потому что здесь очевидно есть угроза жизни и здоровья. Как минимум, 119 статья Уголовного кодекса, это угроза убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью. Даже не обязательно высказывать это в словах, если в действиях это видно, а когда человек угрожает ножом и тем более наносит травмы, есть основания опасаться за свою жизнь, соответственно, вы реально чувствуете от него угрозу, правильно? Конечно. Хорошо, такой вот вопрос. Вот у нас сейчас вышло два ролика уже, и многие люди задаются вопросом, говорят, что какая-то темная история, непонятно что, чего и как. Как-то можете пояснить, почему вдруг вам этот сосед начал стучаться? Ну, не каждый день и не каждому человеку соседи стучатся, тем более с ножами. Просто интересно. Да, понимаю, тоже комментарии почитал. Ну, такие, конечно, некоторые есть смешные. И сразу по поводу наших личных отношений, да, с ним, вообще с его работниками ограничивается все. Это вот встреча в коридоре, иногда в этом, ну, в тамбуре, да, и иногда с кем-то пересекаюсь. Опять же, это здрасте, здрасте, до свидания, до свидания. Единственный раз, самый продолжительный мой разговор с ним и его женой, это вот когда я предлагал им купить свою квартиру. Потому что они неоднократно искали со мной встречи, хотели как бы ее выкупить. Вот. Ну, я со своим другом, ну, он риэлтор, я с ним посоветовался, он говорит, ну, предложи за спрос, говорит, денег не берут. Я пришел на ресепшн, дал свой номер телефона, сказал, чтобы хозяин стоматологии со мной связался, я ему хочу сделать предложение. Вот, ну, со мной связалась его жена, получается, мы договорились о встрече, я к ним пришел, был он и его жена. Я им предложил сумму, некую за свою квартиру, на что он сразу резко так отреагировал, говорит, как же он сказал, что-то типа, пошел вон, нам это неинтересно, что-то такое, в общем, да. То есть хамский ответил, да? Ну, да, грубо. Ну, если к ним сказали, пошел вон, я бы как-то на это отреагировал, вот. Я не отреагировал, я говорю, ну, нет, так нет, как бы, разворачиваюсь, начинаю уходить, меня останавливает его жена. Говорит, ну, понимаете, за эту сумму мы, как бы, квартиру покупать не будем, но, говорит, если у вас, если вы хотите ее сдать, мы с удовольствием ее снимем. Ну, и будем снимать, как бы, на продолжительный срок. То есть я сказал, что я подумаю, ну, и ушел, собственно. Больше я с ними вообще ни разу не пресекался. То есть никакой здесь подоплеки нету, то есть вы предполагаете, что вот этот весь конфликт связан именно с квартирой или вообще с чем? Ну, либо бывает, что они, получается, за этой стенкой, их столовая, не столовая, бывает, что они там выпивают. Ну, слышно иногда по выходным, то есть суббота на воскресенье, вот такие дни. Может, он белочку просто поймал, выпил. Но у меня еще складывается впечатление, что хотел меня, может, напугать, то, что я испугаюсь, да, что что-то подобное может повториться. И соглашусь им продать квартиру, ну, по стоимости, которую они предложат, то есть. А они конкретную сумму называли, нет? А, конкретную сумму не называли, но на то время, когда я с ними встречался, ну, я так на Авито посмотрел, там, квартира стоит 3,6-3,7. Ну, они эту сумму мне и предложили, как бы, собственно. Нет, ну, я так понимаю, даже вот ту сумму, которую вы озвучили, 5, это где-то плюс 25%, это абсолютно разумная сумма. Вот в том-то и дело, это разумная, да, я тоже посчитал, что это разумная. Ну, почему, то есть, ну, на то время квартира стоила, ну, 3,7-3,8 миллиона, да, плюсом миллион двести. Это мне надо переезд оформить, это мне надо сделать ремонт в новой квартире, соответственно. Потому что я здесь тоже делал ремонт, и он, как бы, ну, немаленьких денег стоил. Плюс, как бы, вот эта нервотропка, да, искать квартиру что-то, что-то, где-то жить надо, то есть, ну, я считаю, что, как бы, за это... Я даже так скажу, что я, несмотря на то, что я не риэлтор, но я понимаю, что как только вот эта квартира будет переведена из жилого фонда не в жилой, а это первый этаж, плюс еще объединена будет вот с теми. Она будет стоить намного дороже. Она будет стоить, ну, гораздо дороже. Конечно. Там даже не пять, и гораздо дороже будет стоить. Ладно, ну, это понятно. Я так понимаю, что он решил вас запугать для того, чтобы, кажется, вы испугались и согласились на любые, скажем так, приемлемые для вас условия, для того, чтобы просто не видеть его и не бояться за свою жизнь, потому что оно, как бы, неадекватно. То есть, тут один из двух, либо сажать его, либо валить его, да, ну, либо съезжать, то есть, других вариантов, как бы, я не вижу. Жить все время в стрессе, я считаю, что это неправильно. Хорошо. Вот сейчас вы от него что-то хотите, там, какую-то компенсацию или тому подобное? Ну, для начала я, как минимум, хочу, чтобы возбудить дело. Ну, потому что я не понимаю, как можно не возбудить дело и не наказать человека в рамках закона, это во-первых. Во-вторых, конечно же, я хочу подать иск, ну, на него гражданские уже, да, за моральные, физические. Ну, если честно, жить здесь особых желаний нету, то есть, поэтому, в принципе, я готов продать им квартиру, но, опять же, на моих условиях, то есть, чтобы, соответственно, и за ваши услуги окупились, то есть, ну, и мои тоже. Конечно, это не будет стоить по рыночной стоимости, это будет, ну, побольше. Ну, понятно, я считаю, 25% выше рынка, это абсолютно нормально, с учетом того, что это потенциально квартира имеет, ну, большую стоимость, в случае вывода из жилфонда, первый этаж, скажем так, тут как раз находится их офис или как-то, не знаю, я просто не знаю, организация. Ни разу не было, я так понимаю, зубной кабинет или что тут у них? Ну, да, получается, у них одна квартира, я сейчас там тоже особо не был, я через дверь вижу, что, ну, минимум, по-моему, там два кабинета стоматологических, это вот напротив меня квартира. И квартира, где у зеленая дверь, ну, там, я так понимаю, у них столовая, какое-то подсобное помещение, что-то они там, типа протезов, что-то такое делают. Ну, я думаю, он увидит наш диалог и в любом случае он поймёт, что у него выход какой, договариваться, это первый момент, то, что касается нежилого помещения, а не пытаться запугать человека, чтобы он сам съехал или там ещё как-то. Так, и такой вопрос. По поводу компенсации, вы готовы на какое-то мировое соглашение с ним пойти, если он, допустим, предложит, какая-то сумма будет? Да, готов пойти, потому что, ну, пускай они уже забирают это помещение, да нет проблем. Нет, с помещением мы уже разобрались, как бы это отдельная история, это, скажем, ваши деловые отношения, сделки, там, обмен жилья, там, покупка, купли-продажи, а именно за причинённый вред, именно за вот эти угрозы, за само преступление. Ну, сумму, да, то есть какую-то определение. Не, ну, если она у вас есть, как бы в голове, там, ну, допустим. Ну, в голове есть, да, сумма, ну, смотрите, я так вот, опять же, иногда смотрю Авито, то есть, да, сколько примерно стоят квартиры, цены за это вот 5-6 месяцев уже подорожали. Смотрите, вот у меня сотрудник полиции на меня подал иск компенсации морального вреда, заявил 1 миллион рублей, то есть заявить можно всё, что угодно. Как говорится, не стесняйтесь, говорите ту сумму, которую вы считаете нужной. Ну, я считаю нужным, ну, 6,5 миллионов, ну, это с учётом продажи моей квартиры им. Нет, давайте выделим им квартиру отдельно, а вот именно моральный вред, физический вред, так и подобное. Ну, слушайте, очень сложно назвать сумму, но учитывая, что весь этот конфликт мог закончиться тем, что я мог бы сейчас здесь не сидеть, ну, полтора-два миллиона, наверное. Ну, соответственно, чтобы и ваши услуги в этой сумме... Ну, понятно, да, ну, я думаю, моя стоимость услуг там легко утонет в этой сумме. Так, я понял, хорошо, а теперь можете рассказать более подробную историю, вот как всё это произошло, вот по поводу выпитого количества алкоголя, там, как вы спали, была ли музыка, какая музыка, и так далее. Ну, смотрите, у меня, получается, выпадают выходные на 9-10 число, я на вечер взял себе три баночки пива, так сказать, под фильм, посмотреть, выпить, ну, лечь спать, то есть отдыхать, да. Вечером посмотрел пару серий сериала, примерно в 10-11, ну, в 10 с копейками, там, да, я лёг спать. Музыки я не слышал, у меня работа такая, работаю в порту, то есть там постоянно шум, машины, мы в наушниках ходим, да, и на громкие звуки, ну, не обращаешь внимания, на самом деле, то есть они как-то, даже если они есть, их не слышишь, то есть музыки я в тот момент не слышал никакой. Возможно, когда я уже спал, там, кто-то из соседей, там, что-то включил, ещё что-то было, не знаю. Когда я проснулся, мне барабанили в дверь, тут всё вот это так произошло, я как-то тоже не обратил на это внимания, было, музыка не было. Получается, я лёг спать, 10-11, в полвторого ночи, то есть с 9 на 10 число в ночь, слышу стук, просыпаюсь, смотрю в глазок, там стоит, ну, стоматолог вот этот, то есть вижу его. Спрашиваю, что случилось, он молчит, ну, и дальше стучится в дверь, получается. Ну, мало ли, что там могло случиться, не знаю, то есть, ну, такого поведения, что он сделал, ну, я вообще от него не ожидал, то есть, ну, как взорвало на уме, может такой прийти, то есть, да. Я думал, ну, может, там, помочь, может, что-то спросить хочет, то есть, открываю дверь, получается, дверь у меня открывается направо, выхожу. А у вас глазок есть, нет у двери? Да, 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 есть глазок. А что вы с ним не пообщались через закрытую дверь, а зачем ему выходить? Вот, я у него спрашиваю, что случилось, он молчит и стучит в дверь, то есть, ну, не отвечает мне. В глазок не видно, пьяный он, не пьяный, что там, то есть, получается, я открываю, выхожу в тамбур, то есть, при закрывающую дверь, получается, ну, и спрашиваю, что случилось, даже спросить, по-моему, не успел. Вот, просто он с правой руки, то есть, вот так вот, наносит мне удар и сразу приставляет мне ножку к животу. И с криками, я тебя, сука, сейчас зарежу, ну, замахивается, как бы, но останавливается. Ну, неоднократно он, как бы, замахивается. Я спрашиваю, ну, что ты творишь, ну, конечно, матом, что ты, дебил, творишь, говорю, за что? Ничего не последовало, просто я тебя, сука, зарежу сейчас, я тебя, сука, зарежу сейчас. Вот этот первый удар я сначала не почувствовал, я даже не понял вообще, что произошло. Я чувствую, что у меня по лицу, ну, что-то течет. Я, то есть, посмотрел, смотрю, у меня кровь. Смотрю вниз, а там уже, ну, грубо говоря, чуть ли не лужа. Ну, там, в первой серии фотография есть, что там было в коридоре. Первое, что у меня, ну, я понимаю, что если дальше продолжать этот диалог, неизвестно, чем он закончится. На мой взгляд, это не диалог, это немножко другое. Да, так называемый диалог. Ну, первое, что у меня в голову, это его оттолкнуть, ну, и забежать к себе в квартиру. Ну, я, соответственно, в плечи вот так вот отталкиваю, он попятился назад. И в это время я забежал в квартиру. Хорошо, что у меня на двери нету ручки. То есть, он мог бы, как бы, за эту ручку, да, и двери... У меня ручки нету, ему, не знаю, пытался он дверь схватить, не пытался, не видел. Врать не буду, то есть. Я, получается, дверь захлопнул, и один оборот крюча, все, у меня дверь закрыта. Сразу же позвонил в полицию. Почему я время вот это все помню, потому что у меня есть скриншот звонка в полицию. Это было 1 час 42 минуты. Я вот специально сегодня посмотрел. Вы позвонили в полицию или 112? 112. 112 позвонил, да. Рассказал, что произошло, попросил вызвать отряд полиции и скорую для себя. То есть, приехала первая, ну, находился дома, соответственно. Приехала первая скорая. Я оставил 112 свой телефон, сказал, что у меня домофон не работает. Ну, и чтобы со мной связались по приезду. То есть, первая приехала скорая. Позвонили мне на телефон. Ну, спрашивали, как попасть в квартиру, ну, чтобы оказать помощь. Я им, опять же, ситуацию все объяснил, что произошло. Ну, и сказал, что, как бы, я не гарантирую, что пока я вам сейчас буду дверь открывать, мы будем, как бы, ко мне заходить. Ну, он не вылет из двери, и опять же, с ножом, как бы, не накинется. Потому что, ну, человек явно был пьяный. После того, как вы его оттолкнули и себе в квартиру зашли, он долбился потом в дверь? Или что? Что, как потом с его стороны были? Ничего не было. То есть, он ушел туда? Ну, я так понимаю, что он, да, ушел к себе. Ну, в дверь не стучался, ничего такого не было. Я так понимаю, что ушел. Ага. Понятно. Ну, вот, получается, общаемся мы по телефону с медсестрой, там, и скорой, не знаю, кто она. Я ему объяснил ситуацию. Она говорит, ну, как будем поступать? Я говорю, давайте вы меня в подъезде встретите, как бы, да, я сейчас по-быстрому открою, выйду, ну, выберу, как бы, к вам. Ну, мы, как бы, на этом договорились. То есть, я быстренько вышел, все закрыл. Меня встретили, проводили в скорую помощь на улице. Скорая помощь стояла на улице с открытыми дверьми. В тот момент, ну, по-моему, минус 12, минус 15 градусов было. Я еще в футболочке вышел к ним. Мне, получается, остановили кровь, перевязали рану. В этот момент как раз подъезжает наряд полиции. Ну, мне перевязали рану. В скорую помощь мне дали бумажку. Ну, не дали бумажку, а расписаться. Где было написано, что резаная рана, то есть, ну, осмотр там, что проведено. Я расписался, встретился на улице, опять же, с полицией, да. На улице им рассказал, что произошло. Мы с ними проследовали суда, то есть, ну, в тамбур. Они постучали в дверь соседу, в эту зеленую. Он им открывает. Они его, они его, у него же в квартире, получается, ну, заламывают, там, руки за спину, вот это вот все. И закрыли дверь. Ну, зашли вместе с ним в квартиру, к нему, и закрыли дверь. Я сидел в коридоре. Ну, где-то через минуту, через две, один из них вышел, сотрудник полиции. Говорит, идите к себе в квартиру, ожидайте следственную группу. Ну, ушел обратно туда. Там, через какое-то время, точно не помню, ну, там, где-то, наверное, час-два, наверное, прошло. Приехали, я так, по-моему, следователи, начали фотографировать, там, все ушли туда, к нему. Какое там общение было, я не знаю. Я у себя в квартире, как бы. Оставался. Они фотографировали кровь, там, какие-то отпечатки пальцев, что-то снимали. А через какое-то время ко мне пришел молодой человек, по гражданке, один был одет. И говорит, пойдемте, сделаем мощную ставку, потому что ваши показания с ним не совпадают. Ну, и говорит, пройдемте к нему в квартиру туда. Проходим, то есть мы с ним туда, в эту квартиру. Он сидит на диване. Стоит сотрудник полиции, ну, и я, соответственно, на другой стороне. Сначала спросили его версию. На что он ответил, что он сидел у себя дома, услышал громкую музыку украинскую, якобы, с моей квартиры. И пошел ко мне сделать замечание. Постучал ко мне в дверь, на что ему открыло три человека. Он сделал замечание, и эти три человека, ну, это, по-моему, один из них я, якобы, должен был быть. Начали его в тамбуре избивать. Он на отмашь кого-то, говорит, утарил и забежал к себе в квартиру. Вот. На что там женщина сидела, писала, спрашивает, ну, по форме уже была. Спрашивает, ну, покажите побои, ну, куда вас били, покажите. Он ничего показать не может. То есть продолжает, что вот было так, было так, что-то такое. Ничего, в общем, показать не может. Потом спрашивает меня. Ну, я, соответственно, рассказываю, как все было. Он перебивать начинает, то есть, ну, неадекватно себя вести. Даже при сотрудниках полиции, ну, в этот момент, то есть, говорит, тебя завтра не найдут. То есть, ну, тебе хана, тебя завтра, говорит, не найдут. То есть, ну, начал угрожать мир. Я обратил внимание, ну, вот, молодой человек, который по гражданке был одет. Я говорю, вы слышите, что он говорит? Он такой, да, да, слышу. В общем, вот, потом женщина говорит, вы нож опознать сможете? Я говорю, смогу. Ну, у меня проводят, получается, там за стеночкой полочка была, лежала, там лежал этот нож. Я говорю, да, это он. Да, это он, то есть, подтвердили. А как он выглядит, этот нож? Нож, получается, очень длинное лезвие, примерно вот такое. А заточенный с двух сторон. Насчет кровотока, вроде бы, кровоток даже был. То есть, ну... То есть, как клинок, получается? Ну, да. То есть, если двухсторонняя заточка, то это, ну, не просто нож, это уже получается холодное оружие. Ну, у меня, вот, допустим, такого нет. Ну, я говорю, что если двухсторонняя заточка, то это запрещено, это считается уже холодное оружие. Да, я еще вот просто, ну, к чему, потому что, когда вот я его оттолкнул, когда кровь эту всю вот увидел, да, ну, я же тогда видел, я смотрю, какое длинное лезвие. Я понимаю, что если вот он меня, ну, воткнет, то это просто насквозь будет. То есть, ну... В общем, было это не особо так весело. Получается, опознал я этот нож. Что там дальше? Стоматолог даже не стеснялся там. Просил у следователя, говорит, дайте мне пиво попить. Ну, ему, конечно же, отказали. Что еще? А, вот во время вот этой очной ставки сотрудники полиции, которые самые первые приехали, да, я так понимаю, у них должна быть камера, они находились. В этом помещении. Ну, я надеюсь, что камера в это время снимала, как он ему угрожал. Это, во-первых. А, во-вторых, по поводу ножа следователь, у стоматолога спрашивает, как у вас оказался этот нож? Он говорит, когда постучали сотрудники полиции, у него глазка нету. Он говорит, я испугался, говорит, за свою жизнь, думал, может, я вернулся, я хотел его. Он говорит, я взял с собой нож. Следователь потом спрашивает у сотрудников полиции, ну, при каких обстоятельствах. Нож появился. Они говорят, типа, когда мы его задерживали, он был у него за пазухой. Ну, за пазухой, как, я не знаю. За ремнем, в кармане. Ну, по логике, если у них были регистраторы, они должны быть включены, потому что, ну, в такой ситуации они обязаны включать. Ну, я просто надеюсь, что запись сохранена, потому что время-то прошло уже месяц почти. Нет, они обязаны сохранить запись, но если они не сохранят, это, как бы, им будет большой минус. Хорошо, я просто вот посмотрел, и вы говорите, там, три человека, его избивались, там вдвоем не развернуться, там одному не развернуться. Да, да, ну, я надеюсь, вы еще, когда уходить будем, фотографии сделаете, как это все. Там, если бы, даже если двое дрались, что очень тяжело сделать в таком замкнутом пространстве, там шкаф какой-то стоит, там бы шкаф бы разломался. Ну, и разломался, да и он бы даже к себе дверь не смог открыть, потому что там, вот, если встанут два человека, дверь его невозможно будет открыть. Да, 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 ну, понятно, что она думает. Ну, это еще и ладно, то есть, ну, получается, ладно, вот это вот все произошло, ну, меня проводили обратно к себе в квартиру, пришел опять же вот этот молодой человек, который записывал показания с моих слов, то есть, да, сидел у меня в квартире, записывал все, я ему все подробно вот это объяснил, опять же повторил уже там третий или четвертый раз. Он записал, дал мне прочитать, ну, почерк вот прям как у врачей, красивый, но не разберешь. Я что-то там из слов понял, вроде как бы, вроде похоже на то, что я диктовал, то есть, ну, соответственно, расписался. Около пяти-шести утра они, получается, стоматолога взяли, ну, увезли к себе, там, в отдел полиции, да, там, куда-то там. Что еще вот интересно было, когда я к следователю потом уже пришел, ну, справку приносил, вот эту медицинскую, именно вот этого конкретного следователя не было, там было два каких-то других погражданки одета, молодых человек, один за компьютером сидел, другой что-то стоял. И вот один из, который за компьютером сидел, он мне говорит, что стоматолог уже в полицейском участке дал другие показания. В полицейском участке он сказал, что он услышал громкую музыку, подошел к двери сделать мне замечание, постучался, я ему открыл, он мне сделал замечание, я его ударил в живот. Ну, и закрылся у себя в квартире. Его это возмутило, он постучался ко мне второй раз, ударил меня ладошкой, ну, и мы вроде как разошлись. То есть я пошел к себе, он пошел к себе. Я показываю следовать себе с шрамом, я говорю, ну, видите, это ладошкой можно так сделать. Он говорит, то есть пиздит, я говорю, ну, соответственно. Ну, вот в принципе. Понятно, а у вас больничный открывался, нет? Да, открывался больничный с 11 по 18 число. С 11 по 18, она неделя, целая неделя. Ну, все, в любом случае, это как минимум легкий вред здоровью, как минимум. А вообще я усматриваю здесь именно покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. То есть это 111 статья, это вообще тяжкое преступление. Покушение заключается в том, что если бы вы не сделали то, что вы сделали, а именно оттолкнули его и спрятались у себя в квартире, ну, он мог бы довести до конца, ну, скажем так, задуманное. Потому что человек, который наносит ножом в область головы удары, подразумевается, что он это делает, ну, как минимум умышленно, потому что он понимает, что он делает. А во-вторых, как бы он наносит удар в такие места, где, ну, любой удар может быть последним. Ну, либо причинить определенный вред здоровью. Он может в глаз попасть, он может там, ну, все что угодно. Поэтому, на мой взгляд, он здесь не должен отделаться только 119 статьей, а именно угрозу убийства, либо причинением тяжкого вреда здоровья, а именно через 30-ю статью уголовного кодекса, то есть покушение на причинение тяжкого вреда здоровья, 111 статья. А это значит, что он должен поехать в СИЗО, потому что есть сейчас основания опасаться за то, что он продолжит совершать вот эти вот незаконные преступные действия, ну, соответственно, угрожать вам. Поэтому на весь период, пока будет рассматриваться уголовное дело, он должен там сидеть. Ну, и там сразу лишение свободы, там других наказаний нету, там сразу лишение свободы. Единственное, я могу здесь что сказать, если по этой статье возбудят, то примирение здесь невозможно. Здесь возможно только будет уже потом гражданский иск и взыскать с него именно как компенсацию морального вреда, там, физического вреда и тому подобное, в размере, который установит суд. Вот если бы было, скажем так, было бы преступление по 119 статье, ну, то есть это вот, скажем, статья такая, не тяжелая, то возможно примирение сторон. И стороны могут закрыть это дело, и даже не будет у человека судимости. То есть, ну, примирение, прямо есть такое основание, примирение сторон. То есть, вот вы договорились, и вы там, допустим, ходатайствуетесь, все, мы примирились, прошу закрыть уголовное дело, да. Ну, вот, если они по 111 возбудят, то, скорее всего, такое будет невозможно. Ну, посмотрим, как будут наши доблестные полицейские квалифицировать вообще это событие. Мне вот тоже очень интересно. Так, ну вот, мы записаны на 11 число к начальнику ООП номер 3, я думаю, он наш диалог послушает, и все-таки сделает правильное решение о том, что нужно сначала возбуждать уголовное дело, а потом, как вы говорите, улики собирать. Потому что улики должны собираться в рамках процессуальных действий. То есть, все должно оформляться процессуально. То есть, у нас уголовно-процессуальный кодекс таким образом устроен, что доказательства должны быть получены и установлены законом порядки. То есть, как в ОПК прописано. Соответствующие протоколы, осмотров, там, вот эти вот опросы, которые были, это была неочная ставка. Это был просто опрос, и просто между вами выясняли, кто там врет, там не врет. Ну, то есть, пытались понять, какие-то первоначальные оценки сделать. А вообще, очная ставка – это следственное действие, которое проводится уже после возбуждения уголовного дела. В том числе, показания, они уже после возбуждения уголовного дела. То есть, после возбуждения уголовного дела вас должны признать потерпевшим. Соответственно, если я буду заявляться, как ваш представитель, по гражданскому иску, который будет заявлен, либо во время уголовного дела, либо после уголовного дела. То есть, это уже как будет процесс происходить. Ну, лучше заявлять в процессе уголовного дела рассмотрения. Потому что, как правило, судья, который будет рассматривать уголовное дело, он, как правило, прям полностью удовлетворяет все требования по гражданскому иску. Ну, так обычно происходит. Ну, в принципе, все. Может быть, что-то хотите еще добавить? Да, нет, особо ничего не хочу добавить. Единственное, я хочу, чтобы как-то полиция, не знаю, реагировала на такие случаи. Потому что, если такой случай останется просто закрытым, так скажем, закроют глаза на это, тогда я не понимаю, что можно делать у нас на улице. Все что угодно получается. И ничего тебе за это не будет. А в том-то и дело, что уже явно на человека нападают с ножом, с оружием, когда он находится у себя в квартире. Ведь на самом деле мы не знаем, какой там был умысел у этого человека. Ну, да, да. Это мое предположение, что из-за квартиры. А что он на самом деле знает только он. Ну, что он там грабеж, не грабеж. Ну, если бы вы живы не остались, никто бы не узнал. Здесь, я так понимаю, камер нет. Вот, да. В том-то и дело, что здесь камер нет. Я о том-то и говорю, они вот в субботу-воскресенье, они, допустим, не работают. Сегодня у нас суббота, да. Они вот сейчас закрыты. Вот даже вот мы с вами заходили, что ему мешает за дверью там подождать, услышать, что я захожу, так же с ножом выйти, зарезать меня, кинуть в багажник и уйти в лес. Ну, это я утрирую, конечно. Почему? Сейчас у него серьезная дилемма, понимаете? Ну, я да. Потому что терять по большому счету уже нечего. Ну, это смешно, конечно, но и смешно, и страшно, с одной стороны. Ну, в принципе, самое главное мы рассказали. Какие там еще комментарии были, помните? Вот, которые вас, ну, задели, может быть, или обратили внимание? Да, особо комментариев больше, по-моему, и не было ничего такого. Ну, я могу сказать единственное по поводу трех баночек пива. Я надеюсь, 0,5, да? Конечно. Да. Ну, просто 0,5 это полтора литра пива, там, посидеть кино, посмотреть, орешки, там, чипсы поесть. Это, в принципе, ни о чем вообще. Ну, я как-то на это даже, ну, даже если, ну, даже если я выпивший был, я его не трогал ни пальцем, то есть, да? Он мне нанес ножом. Он тоже выпивший. Ну, мы с ним водку не пили. А он не пояснял, как он отличил украинскую музыку от неукраинской? Слушайте, нет. Какие-то песни, может быть, пляски, нет? Может, сам слушать иногда, я знаю эти мотивы. Я, если честно, я не знаю, как есть украинская музыка, есть там неукраинская, вот я не понимаю. А я, честно, тоже не понимаю. Потому что, вроде, даже народы там, как бы, братские, да? У нас, вроде, мотив-то один и тот же должен быть. Это единственные песни должны быть тогда. Тогда можно еще как-то по... Мова, как говорится, да, украинская должна здесь звучать. Ну, у нас, я так понимаю, сейчас при любом случае пытаются вот эту политическую тему втыкать ей, типа, как защита, я не знаю. Хотя, на самом деле, здесь усматривается тогда уже и другой признак преступления. Это межнациональная рознь, то есть провокация вот этой межнациональной розни. Ну, это, как бы, глупо вообще на это ссылаться. Ну, вот он, видимо, пока его увезли в участок, уже не подумал, что надо давать другие показания. Ну, как минимум, трое, которые его избивали в тамбуре, это, в принципе, невозможно там вдвоем не развернуться. А вдвоем это, значит, четыре человека. Там вот так вот не должны стоять штабелями. Ну, толкаться плечами. Вы ни в коем случае никакие разговоры о деньгах не ведите с тем человеком, потому что, чтобы не было истолковано, что вы у него там что-то вымогаете. Ну, нет, это я понял, да, я тоже видео посмотрел. Потому что, если у него будет желание после возбуждения уголовного дела, ну, примириться, если это уголовно-профессиональный кодекс допускает, он будет, по крайней мере, знать из нашего сегодняшнего интервью о том, что вот вы согласны на такую-то сумму. Ну, по крайней мере, он будет иметь представление, порядок, чего вы хотите, вот, потому что, ну, извиняюсь за выражение, если он придет там с 10 тысячу, скажет, вот, на тебе 10 тысяч, на лекарства, там, купи себе аспирина, да, вот, и вообще хватит вот это, забирай заявление, все, давай. Ну, это несерьезно будет. Вот, если у нас за изображение в интернете, повторюсь, сотрудники полиции миллион рублей заявляют, я думаю, ваша сумма там полтора-два миллиона абсолютно обоснована. Понятно, что, конечно, суд вряд ли это в защиту, вот, но, на мой взгляд, 1300 абсолютно реально, абсолютно реально. Ну, я эту сумму называю не из-за того, что, как бы, я оцениваю меньше ваши страдания, а просто из практики, что, в принципе, это разумная стоимость, потому что все-таки, ну, здесь была реально угроза жизни, реальная травма, ну, и сейчас вы до сих пор переживаете за то, что может произойти с вами. Ну, я надеюсь, у вас все есть, там, средства защиты, баллончики и тому подобное. Да, пришлось купить перцовой баллончик, вот, теперь только с ним и выхожу. Да, на всякий случай я всем посоветую, ни в коем случае ножи с собой не носить, кухонный какой угодно, то есть оружие холодное становится после того, как им начинают его начинать применять, то есть нож, который сам по себе, которому вы режете хлеб, это не холодное оружие, но как только вы его начинаете использовать для самообороны, суды будут истолковывать его как холодное оружие, это нужно понимать. То есть вы имеете право на самозащиту, но когда вы защищаетесь оружием, это уже будет как минимум превышение самообороны, а в принципе, может истолковано как умышленное причинение вреда этим оружием, либо убийство и тому подобное. То есть с этим делом лучше не рисковать, и сам нож не имеет ту останавливающую силу, как другие средства обороны, в частности перцовый баллончик, газовый баллончик. Потому что, как вы говорите, нож вы даже не почувствовали удара. То есть иногда бывает, как человеку даже жизненные органы ткнут, а он продолжает там драться и все, он даже не чувствует. Ну от шока адреналина. От шока, да. Поэтому самый лучший вариант перцовый баллончик, знаю, на меня буквально недавно, когда я применил один раз баллончик, на меня чуть-чуть попало, я понял, что это очень неприятно. И желание дальше вообще драться просто пропадает мгновенно, поэтому всем советую покупать именно перцовый баллончик, не газовый. Почему перцовый? Потому что им легче и везде можно его применять, то есть в закрытых помещениях. Газовый нельзя в закрытых помещениях, газовый только на улице. То есть это имейте в виду. Ну им труднее пользоваться, почему? Потому что нужно попасть, ну там капельки брызгают, а газовый, там пшики, там облако идет. Ну вот это облако, оно потом в помещении стоит и все будут кашлять и все остальное. А перцовый, вот прям вот на лицо попало, даже не в глаза, а просто на лицо и все, уже начинает щипать и тому подобное. Ну думаю на этом все. Да? Ну наверное да. Если у вас вопросов никаких больше не осталось. Да в принципе все понятно. Будем ждать от сотрудников полиции возбуждения уголовного дела и принятия мер, потому чтобы не только подписка о невыезде была у этого человека, а именно все-таки либо домашний арест, ну хотя здесь домашний арест не надо, все равно как бы опасно, а именно в СИЗО. Он здесь не живет, живет он где-то, ну здесь они чисто работают, ну и иногда отдыхают, как я понимаю. Ну тогда домашний арест, я думаю, в СИЗО уж не надо так, домашнего ареста будет достаточно, хотя и думаю в СИЗО будет полезно посидеть, пообщаться с людьми. Все. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.